Вставайте вставать в праздную выгодную команду! Стремление к победе, любовь к спорту и желание преодолеть очередной рубеж, именно эти цели собрали на одном стадионе самые разные команды с очень отличающейся друг от друга спортивной подготовкой. Фитнес-клуб «Эксфитмарс» в очередной раз акцентировал внимание жителей города на здоровом образе жизни. Сегодня на стадионе мероприятие городского масштаба, где заявлены и зарегистрированы 9 команд по 6 человек. Они проходят у нас спортивное состязание. Участникам нужно было пройти 8 этапов, на каждом из которых проверялись самые разные спортивные навыки. Среди них были бег по трибуне, упражнения на турнике, бёрпи, перенос груза и многое другое. Особенную сложность у участников вызвал этап статический присед, для которого стоило задействовать всю свою выносливость. Блупоко дышим! Важно, чтобы угол сохранялся 90 градусов. И оценивается работа всей команды. Кто первый не выдержит, встанет или сядет, то уже нажимается время стоп. Сборная команда, есть кто-то, кто из парней, допустим, более подготовленной девушки, чуть послабше можно. Но все равно им интересно, они участвуют с таким вдохновением, с энтузиазмом. Несмотря на то, что испытания были сложными и для их успешного прохождения необходимо было приложить все свои силы, участники получали удовольствие. И, как они сами отмечали, спортивные гонки принесли только положительные эмоции. Я всегда, в принципе, за активный образ жизни, всегда за справедливость, за то, что у нас в Канске наконец-то развивается такое направление, потому что очень долго было такое затишье, я как бы сказала. Это возрождение, это что-то новое. Я безумно рада. Мы хотели проверить свои силы, хотели посостязаться с реальными спортсменами. Удалось. Сейчас понимаем, что это просто труд, адский труд. И пожелаю каждому пройти это. Зашкаливают, адреналин просто бешеный. Мы, конечно, все устали, но сейчас нам предстоит еще последняя, по-моему, парочка испытаний. И мы просто всей командой обнимемся дружно и напьемся воды наконец-то. Организаторы готовились к этому масштабному мероприятию крайне ответственно. Были учтены самые разные моменты. Например, на стадионе дежурила группа мендиков на тот случай, если кому-то потребовалась бы помощь. А для детей была организована развлекательная программа от Портленда. Детям очень понравилось сегодняшнее мероприятие. Они были очень довольны. Мы решили задействовать детей, так как взрослые и родители участвовали сегодня в спортивном мероприятии. Мы решили развлечь детей и отвлечь их от родителей, чтобы они им не мешали. День на стадионе пролетел как одно мгновение. Все остались более чем довольны прошедшим мероприятием. Участники отмечали, что они с пользой провели время. Организаторы пообещали, что спортивные гонки повторят в будущем. Классно, круто. Ребята справляются. Я считаю, что достойно для организации на высшем уровне. Мероприятия такие нужны, потому что и так в городе мало происходит таких мероприятий. Я считаю, что это нужно делать вообще ежемесячно. Команды не ушли с пустыми руками, но лучшие призы, конечно же, достались победителям. Команда, занявшая третье место, была награждена бесплатным посещением сауны Каны. За второе место получили праздничный фуршет и караоке на шесть человек в ресторане Каны. А за первое место каждый из участников команды был удостоен полугодовым абонементом в фитнес-клуб «Эксфит». Юлия Олейникова, Вячеслав Морозов, телекомпания «Канск», 5 канал.